Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал, меня зовут Антон С. И на этом канале мы пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Дорогие сплетники, кто не знает, у меня есть мой основной канал, где видео уходит каждую субботу. Там мы с моей любимой мамой гадаем на картах Таро. В прошлую субботу вышло вот это вот видео, по этой ссылке можете пройти и посмотреть отношения между Петросяновым и Брахуновым. Очень интересные перипетии в их жизни. Очень интересное получилось гадание, поэтому обязательно переходите. Кто не посмотрел, шикарное видео. И в эту субботу будет очень разрыв мозга, очень запрашиваемая тема. Вижу, днем Ташка из Мексики. Антон, здравствуйте. Я живу в Мексике и состою в группах русских в Мексике. Может, вам уже отправляли, но это очень смешно. Вероника Степанова написала в группе по поводу, что ее не пригласили на праздник в День России в посольстве. Значит, сегодня, кстати, всех из Днем России, кто празднует этот праздник, записывая 12-13, выкладываю видео на канал сплетен. Российское посольство в Мехико. Вчера в российском посольстве в Мехико прошел торжественный прием по случаю Дня России. На праздник были приглашены все. Врачи, учителя, повара, юристы, все-все-все-все-все. В Мексике все, кроме меня, пишет Вероника Степанова. Виктор Коронели, бывший российский посол, красивый мужчина, но редкостный подкаблучник, жена которого была, прошу заметить, моей фанаткой. Так вот, пока она меня любила, а длилась это недолго, пару месяцев от силы, я была приглашена на День России, на праздник в прошлом году. Значит, в прошлом году в российском посольстве меня принимали крайне тепло и радушно. Кормили, поели, знакомили с нужными людьми, обещали помогать с трудностями, но и т.д. и т.п. Однако, как только обратилась с весьма прозаичными просьбами сделать паспорт и помочь с визами, услышала суховато формальный ответ, что типа, в порядке очереди, Вероника Юрьевна, нет, с этим мы вам не сможем понять. Российское посольство в Мехико в самое сложное для России время, вместо того, чтобы помогать блогерам-миллионникам, с пророссийской повесткой проявляет к ним максимальное равнодушие. Именно из-за таких гнилых людей, что из-под тяжка топят своих за то, что те говорят правду, мы несем такие страшные впадения. Может быть, не совсем уместно смеяться в данном случае, но мне очень интересен вот этот вот вопль Вероники Степановой в контексте того, что она больше не ко двору в российском посольстве. Я напомню, дорогие мои, в прошлом году она получала прям орден ей дали, еще какую-то ерунду. То есть ее отметили, ее выменили на сцену. Ее похлопали по плечику и дали обнадеживающее послание, что если что, Вероника Степанова, мы все вам здесь везде поможем. Мне интересно, потому что были огромные вопросы по поводу Вероники Степановой и насколько она проплаченный человек, сидящий у кремлевской кормушки. Я скажу, это известный факт, что наблюдая за интернет-ютуб-психологом Вероникой Степановой, что она в открытую озвучивала свою позицию. Да, я хочу быть на кремлевской кормушке. Да, я хочу кушать то, что дает рука Кремля. Да, я сто процентов буду и поддерживала жестко, жестоко. Вы знаете, ее телеграмма это слив абсолютно безумных мыслей, абсолютно безумного человека, который называет себя психологом. То есть то, что она не... Давайте расставим все точки над ней. Вероника Степанова это не психолог. Она неплохой аналитик. Она неплохой аналитик людских масс. И она может давать интересные позиции по той или иной повестке, нажимая на тонкие струны человеческих душ, чтобы люди давали ей обратную связь. То есть вот в этом она хороша. А то, что она психолог, ребят, ну давайте не будем лохматить бабушку. Такой психолог. Знаете, классический мемный психолог. Когда она сидит, ляпает что-то тебе, а ты в ответ. А вы точно психолог? Вот ко всем, кто ходит на прием к Веронике Степановой, нужно задаться таким вопросом. Насколько, а вы точно психолог ли, Вероника Степанова? Но у меня, конечно, хороший вопрос. Что случилось? Почему Вероника Степанова не пришлась ко двору? Вы понимаете, блогеры такого масштаба, я скажу даже больше. Блогеры маленькие, как я. То есть у нас небольшой комьюнити. Нас смотрят много. У нас в среднем порядка 8 миллионов просмотров в месяц. Это очень приличное количество просмотров для блогера. Практически 500 тысяч подписчиков. Но мы маленькие блогеры. И то у нас имеют красные флажки везде, где нужно. Нас знают все. Нас смотрят все. Особенно те, кого мы здесь обсуждаем. Поэтому вступать в ридоспетик у нас здесь очень интересно. И когда Вероника Степанова говорит, меня не пригласили только потому, что жена посла. Меня больше не любит. Вот в этом я очень глубоко сомневаюсь. Я думаю, Вероника Степанова ляпнула что-то такое. Отчего даже у Кремля встали волосы. Да и не знаю. Это просто моя теория. И почему она стала не вхожа в российское посольство Мехико. И вот даже больше. Ей элементарно не помогает какой-то бюрократии. В том, что виза или еще какая-то ерунда. То есть то, что можно протолкнуть, потому что человек занимает пост посла. И его жена любит тебя. Это реально можно по знакомству протолкнуть. Какие-то документы. Или убыстрить процесс этих самых документов создавания. Но в случае с Вероникой Степановой, ну что, глотает сейчас глотки правды. И понимает, что все не так просто и не так все замечательно. В этом датском королевстве, которое называется Кремлевская повестка. И насколько хорошо ты будешь отрабатывать. Интересная тема. Будем внимательно наблюдать за тем, будут ли любовь и обожание со стороны Кремля к Веронике Степановой. Или же будет самое настоящее разочарование. Давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение. Ах, слава, слава. Ребят, слушайте. Ой, ребята, девчата, как меня только не назвали после моих сторисов. И алкоголичка, и пьяница из подворотни. Ну, это все какие-то эти блогеры, которые сидят, кстати, тоже не в России, а где-то там в своей мира. Вот, и что только они мне говорили. Я хочу сказать, что пить я люблю, пить я буду. Я настоящий русский человек, настоящая сильная женщина. Конечно, может быть, это не очень красиво все выглядит и звучит. Да, но у меня есть такая черта. Я не могу все делать за кулисами. Все, что я делаю за кулисами, я делаю в своей жизни. У нас практически очень многие артисты, я не буду никого тыкать пальцем и говорить, всю там свою карьеру, там наши метры, еще дальние, дальние, новые, и не старые, извините за выражение, вот, и современные, и несовременные, всю жизнь бухали так, что, мам, не говорю, и не только бухали, поверьте мне. Вот, ну, просто они все это делали за кулисами, никогда ничего не показывали. И такие в жизни, они такие с клубникой, и такие мы все классные и хорошие. Я как в жизни, так и... Так и за кулисами. Боженька ты мой, красота, слава, да, блогеры из-за границы, живущие в ж... мира. То есть, я так понимаю, это камень в мой огород, последние два видео, вот, например, одно из них последнее, по этой ссылке можете пройти и посмотреть. Мы их прокомментировали, повторюсь, нас смотрят абсолютно все, кто еще блогер из-за границы, который осудил действия и поведение. Здесь все такое действие, поведение, ужасно... Блин, лагоп, стоп. Тему, которую несла бухая слава в своем инстаграме. И вы знаете, здорово, да, мне нравится, а уже огромный респект к этой женщине, которую я терпеть не могу, за то, что она признается, что она алкоголичка. Ну, хотя бы здесь она говорит откровенно, ну, да, я люблю бухать, ну, да, я вот такая, да. И вот мне интересно, дорогие мои, почему в главе славы настоящий русский человек? Значит, очевидно, я пью, да? Как пишет одна из моих сплетенц в моем телеграм-канале, кстати, всегда было интересно, чисто в качестве научного исследования, посредственность и бездарность реально не осознают своего непотребного уровня или сознательно хорохолятся, чтобы окончательно не выглядеть по вселенским дном. И вторая сплетница пишет у меня в комментариях замечательную мысль. Во всех нациях есть пьющие люди. Если, дорогие мои, если вы думаете, что русские бравируют тем, что они в крови алкоголизм, и что значит самые пьющие нации, вы очень глубоко ошибаетесь. Финны, южнокорейцы, немцы, огромное количество стран, где нации пьют в разы больше пер капита, то есть на душу населения, чем, например, потребление литров в год, чем в России. Огромное количество. Но настолько мало стран в этом мире, кто как русские называют это национальной привычкой и гордятся собственным алкоголизмом. То, что люди скрывают, то, что люди стесняются своих пагубных привычек, это дно. Алкоголизм это страшная вещь. Я говорю, как человек, который борется со своим пристрастием, с бутылкой. Я это публично озвучиваю, не для того, чтобы вы накидали ко мне в мой огород, а потому что я считаю, что озвучивая проблему и мои шаги в борьбе с моими персональными демонами, это нужно делать. Потому что в таком случае мы, дорогие мои, будем выводить это из состояния, гламурного состояния, кондиции, гламурной кондиции, быть напившимся человеком в ситуацию, когда выпить это стыдно, выпить это прискорбно, выпить это ужасно. У Славы, у меня все, я, я, я че, я русский, ты смотришь, и господи, ты думаешь, господи, и с этой же дамой детей делали. Кстати, пишет мне Пташка, привет про Славу. Пташки, это вы, дорогие мои спики, которые прилетают в директ в его инстаграм или телеграма. Привет про Славу. Могу сказать еще с 2000-х годов. Эта леди тусит в ночном клубе для дам эгоистка в Москве. Была она в отношениях с местным стриптизером. Дружит она с Даником, управляющим этим самым клубом, который раньше ее гулянки прикрывал, может и запрещал ее снимать на видео там. А сейчас уже всем все равно. Но самое интересное, что и туда она ходила со своей дочерью, как и некоторые другие состоятельные дамы. А девочкам тогда было по 14. Я напомню, вот в этом видео, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть, где мы рассуждали о том, что Слава сидит, и когда ей хочется выпить или сделать что-то посерьезнее, она привлекает свою дочь, которую только что, дорогие мои, родила, но говорят, и беременная сидела на запрещенке. Интересно послушать ваше мнение про госпожу Славу. Я думаю, будет очень интересно послушать ваше мнение. Слава смотрит, Слава читает комментарии, поэтому передавайте привет певице Славе. Ушел из жизни премьер-министр, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Я напомню, что этой весной у Берлускони диагностировали лейкемию и развившуюся на этом фоне пневмонию. 9 июня он в очередной раз был госпитализирован. До этого он находился в Сан-Рафаэле. 45 дней Сан-Рафаэле это премиальная клиника в Милане. С начала апреля по конец мая он там находился. И вот после первой выписки премьер вернулся к политической работе. Вроде как глава МИД, итальянского МИД Антонио Таяни заявил, что политик выздоравливает. Это же самый сложный этап лечения лейкемии. Пройден? Нет. Больше не стало одиозного и спорного дорогие мои политика. В Италии один из самых известных политиков в Италии на самом деле для основания партии Вперед Италия. Он занимался недвижимостью в медиабизнесе. В 80-м году он основал первый в Италии частный телеканал Канале 5. И к началу 90-х мы уже предложили три телевизионных сети. Крупнейшее издательство. Еще около 150 компаний. Делец. Однозначно Делец. Был премьером он несколько раз. Четыре, если в Италиях. 94-й, 2001-й, 2005-й, 2008-й год. Близкий друг Владимира Путина. И сейчас Владимир Путин конечно же принес свои искренние соболезнования. Очередного друга Владимира Путина в Европе не стало. Кто там у нас остался этот безумец из Венгрии? Да? Гомофоб и палка в колесах европейской демократии. Ну, венгры сами копают себе эту яму. Да, длини же тоже повестка. Все гей это ужасно, все это кошмарно. Да, все меньше и меньше остается друзей господина Путина. Создатели шоураннера Белого Лотуса очень сильно пожалели, что они убрали Дженнифер Кулич из сериала. Сумасшедшая популярность, конечно, у Дженнифер Кулич на фоне вот ее камбэка с Белым Лотусом. Да? Они очень пожалели, что они отправили Татьяну, героиню, которую она там играла, на тот свет. Но нашли выход, один из сезонов может быть сиквелом истории про эту, вернее, я так понимаю, не сиквелом, а приквелом, да? Разве что Дженнифер придется, видимо, сделать мало уже лет на 20. Она сейчас готова на любые авантюры. Для меня было, конечно, шок во втором сезоне Белого Лотоса. Кто бы думал, ребят, настолько тяжело мне заходят любые сериалы, вот любые. И кто бы думал, что Белый Лотос залетит на одном дыхании. Это было что-то великолепное, это было что-то настолько сказочное. Я вот просто не за... Кто не смотрел Белый Лотос, я очень рекомендую. Я был в шоке. Уже спойлер, вы все слышали, что ее героиня не стало в конце второго сезона. И вот пожалели они, я думаю, пожалели все, да? Но посмотрим, как будет провальным третий сезон без нее. Она вытаскивала, конечно, оба сезона. Но посмотрим, чем это все закончится. Кстати, говорят, милые мои, что концерты Веры Брежневой провальны в Европе. Вот кто что знает. Вплоть того, что не смогла продать билеты на свои концерты, она с печалью сообщила, что 4 концерта в Португалии и один в Испании отменили, опять же, по причине того, что никто не покупает билеты. Но опять же, милые мои, сейчас у Бейонса тур, Вера Брежнева, блин, ни одну песню напеть не могу. Ну, не удивлен на самом деле. Хотя, не знаю, не знаю. Интересно, потому что ваше мнение, давайте пообщаемся в комментариях, кто вообще знает про эти концерты. Кто ходил на ее концерты, как она работает, хорошо? Ильф Киркоров выкладывает, боженька мой, в своем сторис. Он и два мужика. Один медвежонок, второй волчонок. Эх, похудел, пострашнел, одежда ужасная, зачем тебе редко, непонятно. Ну кто? Ну колись, Филипп. Ну очень интересно, кто же развлекает Филиппа Киркорова в его койкоместе. Прям неимоверно и интересно. Интересно. Давайте пообщаемся в комментариях, может кто-то что знает. Это очень все забавно. Вы знаете, Кристин Дэвис, сериал, сейчас в котором она продолжение секса в большом городе, Just Like That. Я не помню, как он переводится правильно на русский язык, да? И она, значит, сообщила следующее. Все, конечно, были в шоке от того, во что она себя превратила филерами, да? И она сама не скрывает, что прибегает к косметическим процедурам и иногда они проходили удачно, иногда эффект оказывался совсем не таким, как ожидалось. И тогда, по ее словам, ей приходилось растворять и выводить филеры. Однако, все это время общественность безжалостно, по ее словам, овысмеивала ее. Цитата. Я даже плакал из-за этого. Это был ужасный стресс. Она также уточнила, что люди постоянно критикуют увеличенные ее губы, хотя сама она долгое время не замечала проблемы, тем более, что окружение звезды делало вид, что все в порядке. Цитата. К счастью, у меня есть хорошие друзья, которые в конце концов что-то сказали. Дело в том, что ты сам не улыбаешься себе, когда смотришь в зеркало. Неужели кто-то так делает? Это очень странно. Она также сообщила, что критикуют не только ее, а ее коллег по сериалу, Сару Джессику Паркер и Синтию Никсон. Особенно после того, как актрисы решили сняться в продолжении культового сериала. Я напомню, буквально на днях была годовщина сериала 25 лет. Этому самому сериалу отпраздновали годовщину, юбилей. И этот сериал, он, конечно, уникальный. Он был правдив, он, конечно, он был пропитан сексизмом, конечно, в какой-то степени он пропитан женоненавистничеством, но именно так выглядят наши реалии. И именно так выглядят женщины и их реалии в том же жестком, жестоком мире светской жизни. Нью-Йорка, например, да? Про Кристин Дэвис, ребят, их в первую очередь, конечно, очень жестко критикуют и за отвратительный. Знаете, и на них смотрят как на клоунов. Вот ты просто не веришь, что из такого наследия можно было превратиться вот в такое, прости меня, месиво, грязи и непонятные вещи со всеми непонятными ценностями и инклюзивностью лично моя четкая позиция. Ребят, я не приемлю этого. Для меня не ломайте то, что было сделано великолепно. Вот это моя четкая позиция, да? Знаете, кто-то написал мне, когда мы обсуждали эти сериалы, лучше бы дамы в этом сериале действительно озвучивали четкую гражданскую позицию обыкновенного американского обывателя на тему инклюзивности, на тему расовых отношений, на тему нетрадиционной ориентации. Вот это было бы интересно. Синтия Никсон сейчас женщина из такой, знаете, да? Превратились они, конечно, в кошмары. Но вот мне всегда интересно, что как легко же, наверное, переложить вину на тех, кто высмеивал меня, потому что я вливала и выливала филеры из своего лица. Детка, ты творила это все своими собственными руками. Ты превратила себя в то, во что смотреть без содрогания невозможно. Красивая женщина Кристин Дэвис, но то, во что они в себя превратили, и то, на что соглашаются их пластические хирурги, и то, что женщина не понимает, что она начинает выглядеть на пародию саму себя, вот это страшно. Понимаете, чем хороша Сара Джессика, тем, что она увядает натурально. Вот здесь нужно отдать ей должное. Да, она спорная внешность, никогда не скажешь, что она первостатейная красавица. Очень сложная внешность для восприятия, но мой респект за то, что она увядает не так. Может быть, и делает какие-то процедуры, я не знаю, но, по крайней мере, нет вот этой вот смешной пародии попытки поймать молодость. Вы знаете, здесь интересный момент, да? Если, люди говорят, не осуждая людей в попытке оставаться молодыми и привлекательными до конца жизни. Так вот, мой и вопрос-то здесь, девки. Если бы вы, сделав эти процедуры, действительно выглядели моложе и привлекательней, вопросов бы у меня не было. Но когда благодаря этим процедурам вы становитесь с трудом похожи на женщину, а больше похожи на жабу, и вы вообще не похожи на себя, вот здесь вопросы. То есть, если бы на выхлопе она выглядела бы моложе и привлекательней, вопросов нет. На выхлопе пародия на саму себя, помните такие с резиновой мордочкой, одеваешь на каждый палец и вы так же сжимаешь. Вот это, пожалуйста, Кристин Дэвис. И она плачет. Милая, ты плачешь, но дальше сходи, закачай да выкачи, раствори да обратно создай. Занимайся вот этим вот, а ты публичный человек. И ты снимаешься в наследие одного из самых гламурных сериалов на планете за все времена. А что ты хочешь? Чтобы твоего внешности проедать? Да сейчас! Да сейчас! Не дождетесь! И может быть урок следующий, да? Всем дамам, которые хотят увеличить, улучшить, омолодить. Вы не улучшитесь, не омолодитесь. Постаните пародии на саму себя. Скажите, что я не прав. И мы сплетники, наша комьюнити зиждется на том, что мы обсуждаем и внешность, и количество денег, насколько мягка постель у того же Филиппа Киркорова. Интересно, послушайте, ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Земфира, говорят, избавилась от своей знаменитой квартиры в центре Москвы. А значит, после того, помните, был тот самый момент, когда стали курсировать вот эти вот моменты, что стали утверждать, что люди, получившие инагента, их могут вполне реально, возможно, так и будет, лишать недвижимости. Переписала она имеющуюся квартиру в центре Москвы на свою близкую подругу. Назовем это так. Ренат Витвинов. Значит, схема была интересна. После присвоения исполнительницы иностранного агента с 10 числа она вдруг появилась на традиционном пятничном реестре Минюста. Ее команда начала изучать нюансы нового положения певицы. И в итоге до 9 марта накануне выхода новой песни о заболевшей и придевшей родине, сложная песня от Земфира, переписала свою 85-метровую двухкомнатную квартиру напротив парка Горького. Речная цена примерно 60 миллионов рублей на Литвинову. И, говорят, сейчас ее компания Родина, название Родина, тоже базируется юридический адрес вроде как в этой квартире. Но квартира переписана на Ринату Литвинову. Это все, конечно, здорово. И сам факт вот этой вот переписи, он не интересен. Но это люди крутятся как могут, да? И потерять квартиру, наверное, не хочется. У меня больше вопросов, конечно, к отношениям Рината Литвиновой и госпожи и госпожи Зимфиры. Я напомню, полгода назад, может быть, дольше мы гадали на Литвинову и затронули тему Зимфиры. Вот в этом видео, по этой ссылочке, можете пройти, мы разбирали серьезные отношения между двумя с помощью Карта Рос, моей любимой мамы. Кто пропустил, обязательно посмотрите. Интересное получилось гадание, сложное гадание, где Рината Литвинова раскрылась, мне как показалось, логично, раскрылась как человек. Ой, как я люблю вот эти лесбиянки, светские лесбиянки, крутые, на верхушке богемы. Мой любимый сериал Эл Уорр, и там как раз была вот эта тема про сильных женщин, нетрадиционная ориентация. Как же я хотел бывать и в эту тусовку, как бы я хотел потусить с ними, но лесбиянки вообще недоступны, вот даже для геев, ну правда, ребята. А если речь идет о еще какой-то публичный статус, там вообще, наверное, не пробиться туда. Ну, дамы и господа, лесбиянки и геи, кто не хочет со мной общаться, я очень хороший человек. Короче, давайте пообщаемся в комментариях, интерес послушать ваше мнение. Дорогие мои сплетники, все вы знаете, на этом канале мы всегда поддерживаем приюты для бездомных животных, мы борцы за права братьев наших меньших, продолжайте поддерживать волонтеров, продолжайте поддерживать приюты для животных, продолжайте доказывать, милые мои сплетники, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все на оси на сегодня спасибо всем за подписки, за пальцы, за комментарии, вступайте в ряды сплетников, ставьте лайки, это абсолютно бесплатно, но это очень помогает продвижению нашего видео. Ребят, спасибо всем, кто является спонсором на канале, спасибо всем, кто шлет нам донаты через бусти, всем, кто шлет нам донаты через бусти, я повторюсь, я высылаю видео, поздравления записано специально для вас. Спасибо всем, кто приходит на 20 минут для общения с папочкой сплетником, подписывайтесь, ставьте лайки, у нас здесь огнище спасибо всем за внимание увидимся обязательно завтра всем пока у